Итак, всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видео-слушатели. Снова с вами я, Илья Шеститко. И дождались, да, дождались, наконец-то, кто писал, когда будет обзор. Вот он, первый обзор, да, анбоксинг того, что называется... Называется оно как-то? Что это такое? Мне что, мне эту коробочку дали? Вот. Nokia Lumia 630 Dual Sim. Да, я знаю, вы сейчас скажете, что у меня ногти длинные. Ну, дорога, все такое, приключения, поездки. И, в конце концов, знаете, когда едешь, долго хочется кушать, можно покрысти ногти. Так вот, да, то есть это Nokia Lumia 630 Dual Sim. Даже, видите, оранжевый, я так понял, вот этот цвет. Замечательный такой телефончик, причем он выходит там в черных, белых, зеленых. Цвет бакса, да. Желтых цветах, оранжевых. Я предпочел, знаете, оранжевый девайс. И мы сейчас посмотрим, что в нем есть, как он запускается, включается. И пока он будет включаться, я вкратце расскажу, что из себя представляет Nokia. Давайте начнем, пожалуй. Так. Ух ты, интересная коробочка. Это что-то новое по сравнению с предыдущими коробочками Nokia. Не знаю, от чего это они решили поменять формат. Ну, тут комплектация Nokia Lumia, зарядка оранжевая, дополнительный черный экстра ковр, черная крышечка. Материал непонятно, наверное, они это поликарбонаты имели в виду. И, обратите внимание, дата производства свежак. Так, китайские школьники 20.05.14 успели собрать в Китае. Даже есть лейбочка, что оно зарегистрировано в Украине. То есть официальный белый телефон. Ну, к вопросу о том, кто собирает. Итак, в комплекте телефон. Я так понимаю, батарейка, зарядка, информация. Вот набор цветов. Давайте смотреть. Коробочка прикольная. Тут вот надо было что-то другое там. Здесь можно было использовать красную книжечку. Мао положить. Чего, кстати, не надо сдать идею. То есть дополнительный продукт какой-то бесплатный абсолютно. Это шнуек. Ага, даже USB шнуек. Пожлобились, да? Это прямо сразу и USB шнурок, и зарядка с USB. Все, больше ничего не будет, да? Давайте посмотрим. С этой стороны телефон. Телефон подозрительно легкий. Он, как вы видите, разбирается. Ага, вот оно что. Вот у нас инструкция. Вот у нас швидкий початок. Вот оно батарейка. Если что, если он у меня останется, я из него сделаю розыгрыш. Ну, мы подумаем еще над этим вопросом. Вот крышка дополнительная черная. Опять же, с инструкцией, как ее правильно отковыривать. Отковыривать ее надо сверху. Сейчас мы это и сделаем. Ничего, как вы видите, военного. Дополнительные, видите, здесь прокладочки, которые делают корпус более таким гнущимся, но не хрупким, для того, чтобы было где люфт. Для того, чтобы было где поломаться. Так, ну, у меня будет оранжевый корпус. Легко теряется. Вернее, сложно теряется. Легко найти. Поэтому мы сейчас вернем назад. Вот так вот. Надеюсь, батарейка заряжена. Потому что рядышком у меня батареи нет. Достанем телефон. И как там было по инструкции? Удерживайте телефон вот так. И вставьте туда батарейку. Вот тут вот где-то подденьте пальцы. И вот зачем ногти нужны? Оказывается. Ага, еще и поломаешь тут. Фиг. Ну. Как это так? Гнется, но не ломается. О, вот за угол. Ногти не нужны. Ну, 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 давай. О, молодец. Какой хороший телефон. Итак, внутри телефона что мы видим? Напомню, что мы имеем дело с дуалсимом. И я так понимаю, что с дуалсимом здесь серьезно переборщили. Одна симка, микросимка устанавливается сюда. Вторая микросимка устанавливается сюда. А, соответственно, микросдшка, которая, кстати, официально поддерживается теперь до 128 гигг, устанавливается сюда. Напомню, что в самом телефоне находится 512 мегабайт оперативной памяти и 8 гигабайт хранилища, что вполне хватит всем. Поверьте, когда я начинал, хранилища вообще не было на компьютерах и все обходился прекрасно кассетами. Вот, 8 гигг, да, то есть до 128 гигг карточку вы сможете поставить сюда. Напомню, что здесь стоит также операционная система Windows Phone 8.1. А это значит, что вы можете устанавливать все не на внутреннее хранилище, а устанавливать сразу на симку с одну микросдшку. Соответственно, будет у вас счастье. Ну, давайте посмотрим, как это счастье работает. У меня здесь есть еще один телефон. Да, это тот самый телефон с Windows Phone 8.1, который вы видели как обзор. Сейчас я его аккуратненько выключу. И, соответственно, открою. И, соответственно, вот наши две симки. Это раз. Вот так будет Киевстар. Микро, 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 не нано еще, потому что многие люди умеют пацаны. Это будет О2. Соответственно, делай раз, делай два. СДшку не буду снимать, потому что приложения, если вы знаете, при перестановке СДшек не работают. Все равно. Поэтому не будем мучаться. И установим, соответственно, Киевстар у меня будет вторым. О2 у меня будет первым. Надо же поддерживать национального оператора. Вот. И теперь устанавливаем аккумулятор. Закрываем, наверное, вот с этой стороны. И получаем замечательный телефон. Телефон очень легкий, 130 грамм. Хорошо лежит в руке. 4,5 дюйма, напомню, экран. Размером экрана. При этом он имеет дурацкую, я бы сказал, разрешающую способность. Дурацкую не потому, что вы как-то это прочувствуете, а потому что мне называть 8, 5, 4, 854 пикселя на 480. Чем мне уходило 800, непонятно. Ну, бог с тобой, золотая рыбка, как говорится. Горилла глаз. Третий. О. Интересный звук есть где-то. А, это не он издает звук, это у меня рука трется. Вот. Горилла глаз третий, да, закаленный профиль, все как положено. Ну что ж, включаем. Кстати, о включении. Смотрите, кнопки пропали. Вот это я не понял, да. Качелька громкости осталась. Качелька громкости осталась. Кнопка включения осталась. Мы сейчас нажимаем. О, заряжена. А кнопки фотоаппарата нет. Осталась также зарядка, но, понятно, micro USB. Остался момент, связанный с динамиком. Камера на 5 мегапикселей без вспышки. То есть, ночью не снимите ничего. И нефиг по ночам шататься. Вообще, пора комендантский час объявить. 3,5 мм джек стандартный. С другой стороны, у Nokia ничего нет. Это все неполированный поликарбонат. То есть, у него эффект такого софт-тача. Приятно лежит в руке. Мы видим, как стартует Windows Phone 8.1. Операционочка. Все как положено. Но, обратите, нет запуска камеры. И обратите внимание. Не обратили еще внимания? Нет кнопок аппаратных Windows. Напомню, что 8.1 поддерживает аппаратные кнопки Windows непосредственно на экране. То есть, под всплывающим меню. Ну, разница вообще или нет? Или где? Ну, как я могу знать, что он грузится? И? Ах, грузится. Вот они кнопочки, смотрите, появились. Так вот, откуда 854. 54 миллиметра отдали на то, чтобы обеспечить вот эту вот дополнительную пикселя на дополнительную панельку клавиш. Обратите внимание, он нашел, что у меня O2 и предлагает выбрать словенчину. Я, конечно, могу выбрать словенчину, но вы же будете кричать, я даже могу украинскую выбрать. Но, опять же, будете кричать, что почему именно украинский. Ладно. Сделаем общедоступный российский язык. Требуется перезагрузка. Так и быть. До свидания. Давай, давай, до свидания. Телефончик дернулся. Приятно так в руках. Вот она, Nokia. Nokia, Nokia. Так вот, да. Говоря о телефоне, еще раз пройдусь по характеристикам. Пока оно загружается, напомню, что здесь стоит процессор Snapdragon 400, 4-ядерный, MSM8926 с частотой 1,2 ГГц, с четырьмя ядрами, который Contex, ну, Cortex, да, Contex-A7. И с нелюбимой всеми графикой Adreno 305. Напомню, что 305 Adreno работает на частоте 450 МГц. Его особенность состоит в том, что не поддерживает запись видео в режиме Full HD, да, 1080p, а только в режиме 720p. Ну, с другой стороны, ладно. Напомню, что здесь 1 ГБ, 512 МБ памяти, 8 ГБ памяти плюс microSD-шка. Напомню, что у нас здесь 5-мегапиксельная камера без каких-либо особо наворотов, просто с автофокусом, записью, опять же, 1280x720p. Придется снять тестовый обзор, наверное, видео, как снимает та и другая камера. Условия использования. Я как раз буду в поездке и смогу что-нибудь интересное найти. Выберите сеть, которую вы хотите использовать. Киевстар. А, это вторая у меня. У меня Киевстар с Ace & Base. Был. Не знаю, как сейчас. Здесь передача данных для второй карточки. О, два. Ага, для передачи данных будем использовать сейчас Киевстар. Далее. Сеть. Давайте выберем вот это. Имя пользователя плюс пароль. Ну, я, извините, вам показывать это не буду. Зачем оно вам? Так, какой у меня пароль? Слушайте, извините, но у меня пароль слишком сложный для того, чтобы нормальный человек его с первого раза написал. А поскольку у меня на Киевстаровской карточке, по-моему, нет денег, то Wi-Fi мне в любом случае понадобится. О, подключилось. А автоматически принимать. Далее. Рекомендуемые настройки. Страну и регион. В какой стране мы сейчас находимся? Мы находимся в стране Юкраине. Страна чудес. С полем чудес для дураков. Поле чудес называется Майдан. Так. Где же эта страна-то? Где-где-где-где-где Киев? Вот он, Киев. Далее. Все-таки немного вот эта вот панелька всплывающая создает неудобства. А, я нажал создать Back. Back. Блин. Это я просмотрел. Я сказал Back. Ну что ж ты такое творишь-то? Назад. Вход. Также смотрим, что происходит. Электронная почта. Вот елки-шпалки. Неправильно набрал породу. Ну что ж это? Здесь будет рекламная пауза. Хочу напомнить о том, что на канале у меня идут различные конкурсы, мероприятия, акции. Поэтому смотрите описание видео, смотрите аннотации, которые всплывают в видео. Не забывайте лайкать мое видео, шарить для других друзей, коллег и тому подобное. Ну вот мы видим, как телефон поднимается. Он предлагает мне восстановить кучу, начать работу с телефона. С кучей телефонов надо удалить лишнее. Некоторые приложения. Идет установка. Да, дальше пока он загружается. Чего еще нет. Ну GPS понятно есть. Навигация понятно есть. Как я уже говорил, весит 130 грамм, что весьма и весьма радует. В комплектации нет наушников, нет шнурка USB. Я думаю, что вы не особо расстроитесь. Потому что когда я каждый раз делаю обзоры, народ спрашивает, классные ли наушники. Сразу идут комментарии. Купи себе такие наушники, купи себе такие наушники. И я считаю, что Nokia пошла правильно. Удешевила. Кстати, телефон стоит 120 евро. То есть в переводе на 2000 гривен. Либо же примерно 150-170 долларов. То есть если я правильно считаю. Где-то около 150-170 долларов. То есть как бы хороший бюджетный телефон. Почти готово. С Windows Phone 8.1. Я дальше его буду мучать. Я дальше его буду тестировать. Но вот вы видите, как он уже начал работу. Система знает, что у меня стоит оранжевая крышечка. Я поставила оранжевый фон. Это что было? Требуется перезагрузку. Да ты издеваешься. Ты бачок оплотворок. До свидания. Нет, мы с тобой еще не прощаемся. Дорогая ты моя. Да. Аккумулятор 1800. Или с копейками 1900 мАч. Что, по заявлениям Nokia, обеспечивает ему время работы в разговорах до 16 часов. И до просмотра видео до 8 часов. Но это все надо тестировать. Опять же до 60 часов проигрывания музыки. Воспроизведение музыки. Так что работайте. Ну и опять же, если говорить о том, что же здесь привлекательно. Это вот эти две иконки, которые сейчас у нас оживут. А это значит, что у нас будет Dual SIM. Значит, что вы теперь сможете использовать одну, например, с хорошим пакетом для работы в интернете. Более легком. Да, опять же, 3G сети поддерживается. Кстати, вот тот чип, который в дорогом и любимом 630, а именно 82-26, он не поддерживает LTE. Но я думаю, что LTE не для всех является выбором. А цена плюс качество отличный экран. Хотя, на мой взгляд, немного марковатый. То есть, я уже вижу свои отпечатки пальцев. Ну, это уже, как говорится, вторично. Давайте же вернемся к настроечкам. Напомню, что это Windows Phone 8.1. Обратите внимание, как классно это работает. Давайте попробуем включить. Низкий, высокий, средний, высокий, низкий, высокий. Все настройки. Нам, на самом деле, интересно о телефоне. Про Windows Phone 8.1 основные функции, я думаю, вы видели видео. Если не видели, смотрите в описании или же в дорогом и любимом аннотациях. Где же у нас об устройстве? Сведения. Вот вы видите. Пишет Беларусь. Странно. Почему Беларусь? Как нафиг Беларусь? Windows Phone 830, 8.1, да. Тип операционки и так далее. Разрешение и объем памяти. А, вот разрешение есть. Объем памяти. Где же объем памяти? Нет. То есть, обратите внимание, разрешение экрана 480 на 854, а разрешение для приложения 480 на 800. То есть, приложение будет видеть ровно 800, а 54 используется для вот этой вот сенсорной служебной панели. Ну и обновление. Хотелось бы еще раз глянуть. Сколько у нас тут уже времени? Ого, я уже много наговорил. Может быть, хватит. Так, 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 так. Обновление. Я только что видел обновление. Сведения об устройстве. Обновление телефона. Проверить наличие обновлений. Дело в том, что к 8.1 уже вышли обновления. Сейчас мы посмотрим, насколько прошивка обладает соответствующими вещами. Ну и панельку я хотел навигации, которая называется... Ну, я не знаю, кто сделал этот перевод. Панель навигации, а на самом деле не панель навигации, а на панель, соответственно, элементов. То есть, обратите внимание, цвету элементов. Цвету фона, либо же всегда темное. А мне нравится. Слушайте, смотрите, как... Если я выберу сейчас синенький, если я правильно понимаю. Иди сюда, мой белый хлеб. А я люблю этот... Нет, ну, конечно, лучше зеленый, цвет бакса. Тогда такой телефон будет приносить вам удачу. Но, в принципе, да, то есть, как бы, оранжевая тема, оранжевое небо и все такое оранжевое. В Амстердаме все замечательно. Давайте также, пока оно там думает над обновлением, посмотрим режим больше плиток. А больше плиток, в принципе, нормально. И обратите внимание, кстати, Hea Drive Plus тоже присутствует встроенный. Это очень радует, именно Plus. Потому что значит, что вы, обладая самым бюджетным, самым доступным телефоном, получаете Dual SIM, например, для поездки за границу. Вы вставляете туда другую карточку. Одна работает, да, приезжаете. Там в любом магазине электроники вы всегда можете купить карточку, там, за 5 евро на свой паспорт, ну, для иностранцев, да. То есть, это без проблем, и будет по 5 баксов для локальных звонков. Но при этом Аз Drive Plus позволяет вам, опять же, выполнять навигацию по всему миру с загруженными карточками, для чего вам понадобится карточка microSD на 128 гигабайт. Ну, в общем-то, если не считать огрехи, такие как отсутствие кнопок, ну, я не считаю, что это главное. Если не считать, что комплектация не та, которая ожидалась, но, опять же, да, у кого сейчас нет шнурков, у всех есть шнурки. Ну, то есть, плюс-минус бакс, да. Наушники. Я, например, гарнитурой пользуюсь только в машине, и то под большим вопросом, потому что иногда забываю ее вынять, а телефон лежит, знаете, там, где весь хлам рядом с коробкой передач, и рывком иногда телефон летит на асфальт. Ну, я его ловлю, в принципе, и так далее. Вот. То есть, что я хочу сказать. По-моему, замечательный телефон, с замечательной скоростью работы. Кстати, по слухам... Ух ты! А вы видели? Панельку-то он показывает и при выключении. Смотрите. Какая прелесть! 23 см... Какой красивый фон у меня, да? И, кстати, он подкачал с обоих смс... Смс-ки с обоих карточек. Тоже не может не радовать. Вот первая, вторая. Да, так вот. Хорошая скорость, да. Антуту по сообщениям показывает 12 тысяч. То есть, это сравнимо с Nokia Lumia 920. Вот она у меня, да. Но зато по размерам такая же, да. То есть, благодаря тому, что у нас есть отличный, как бы, вариант с карточкой, который не поддержит Nokia Lumia 920, значит, у нас есть возможность установить нормальную операционку. Да, хуже камера. Да, хуже экран. Да, кстати, я хотел посмотреть еще раз. Иди сюда, иди ко мне. Ты же моя прелесть. Яркость. Обратите внимание, нет управления яркостью. Почему нет управления яркостью? Потому что, на самом деле, нет сенсора яркости, нет сенсора приближения. Это тоже удешевило несколько телефон. Это несколько будет вам создавать проблемы при ярком свете. Экран не будет перестраиваться. Но Clear Black, который не дает бликовать экрану сильно, все равно присутствует. Поэтому каждый решает для себя. Ну, интересно, вот при разговоре при приближении к уху, я надеюсь, говорят, что там функция эта встроенная и присутствует. Но мы уже, пожалуй, посмотрим, как это в действительности работает, что это такое и тому подобное. Ну, что ж, на первый взгляд, Nokia Lumia 800-630 соответствует своей цене. То есть, за такие деньги вы получаете отличный телефон. Особенно, если вам нужен Dual SIM, однозначно надо брать. То есть, никаких сомнений не должно быть, что взять Android, не взять Android. Не нужен вам Android ни в коем разе. Опять же, в магазине. То есть, если нет какой-то одной любимой игрушки или спецприложения для Android, которое нет в магазине, практически сейчас магазины уравнялись. И если там даже нет какой-то одной игрушки, такого же смысла есть, наверняка, вторая, третья игрушка того же типа. Соответственно, поэтому я считаю, что Nokia сделала такой ход конем отличный. Хотя, по большому счету, с комплектацией, с видом, да, то есть, как бы и, в общем-то, вот, с аппаратными возможностями. Все-таки 630-ю можно было бы назвать 530-й, но это уже вторично, да. Еще раз хочу сказать, что 8.1 Windows. Память расширяемая до 100, хранилища, до 128 МБ. Хороший аккумулятор, быстрый процессор, 4-ядерный, на 1,2 ГГц. Кто спрашивал, 1360, кстати, напомню, стоит тот же Snapdragon, только другой версии. И, соответственно, он поддерживает режим работы только с двумя ядрами, но на 1,7 ГГц. Единственное, что там побыстрее, по-моему, если не ошибаюсь, память в рабочей, да. Вот такие вот вещи. Я рад, что вы были со мной. Я рад, что вы выбрали Nokia Lumia 630-ю. Телефон, как вы видите, отличный. Я его протестирую в течение недельки-двух. Сделаю более подробный обзор. Опять же, если получится, то он останется как приз для участников канала. Если не получится, то он уйдет куда-нибудь в норку. Вот. Вот такие вот дела. Смотрите. Ну и следующее видео будет посвящено сравнению 625-го, 630-го и так далее. Телефонов, увы, сейчас 625-го у меня под рукой нет. Поэтому вот так вот исторически сложилось. Но ждите, будет более подробный обзор. Заодно я этим телефоном попользуюсь, расскажу, что и как. Ну, а комплектацию мы сохраним для потомков. То есть для тех, кто вдруг случайно будет участвовать в розыгрыше и выиграет этот телефон у меня на канале. А пока, напомню, есть другие розыгрыши, поэтому смотрите описание видео, смотрите аннотации. Все будет хорошо. Удачи, счастливо. Увидимся. С вами был, напомню, я, Игорь Шеститко. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.